Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Ирина и вы на канале «Разговорный немецкий». И сегодня мы с вами поговорим о 20 важных немецких словах или глаголов, которые необходимо выучить практически сразу. То есть это, в общем-то, основа немецкого языка. И разберём сразу же конкретные примеры по этим самым глаголам. Запаситесь, естественно, ручкой, листочком, чтобы, допустим, эти слова себе выписать и затем составить карточки. Советую на одной стороне карточки написать на немецком языке, на второй стороне на русском языке и заучивать эти слова. И, естественно, необходимые упражнения. То есть ищите в интернете примеры для этих самых глаголов ещё дополнительных. Долго говорить не будем. Мы начнём с самых таких элементарных слов, которые просто необходимо нам «махен», делать. Это самое распространённое слово, которое можно использовать практически везде. Итак, «Ich mache meine Hausaufgaben». Пример. В первом лице я делаю мои домашние задания. «Ich mache meine Hausaufgaben». Следующее. «Тринкен», «пить». Насущная потребность наша. «Ich trинке Wasser». «Я пью воду». «Тринкен». «Ich trинке Wasser». «Essen». «Есть». «Ich esse einen Pfannkuchen». «Я ем облин». «Kochen». «Варить». «Ich koche eine Suppe». «Я варю суп». «Hören». «Слышать». «Ich höre Musik». «Я слушаю музыку». Итак, видите, раз, два, три, четыре, пять. Первые пять слов, которые действительно просто необходимы для того, чтобы, допустим, начать говорить на немецком. Переходим к следующим словам. «Lesen». «Citать». «Ich lese ein Buch». «Я читаю книгу». «Seen». «Видеть». «Ich sehe dich». «Я вижу тебя». «Sagen». «Сказать». «Sagen». «Ich sage die Wahrheit». «Я говорю правду». Следующее слово. «Fühlen». «Чувствовать». «Ich fühle die Wärme». «Я чувствую тепло». «Я чувствую тепло». «Солнце греет», «прегревает», «я чувствую тепло». «Ich fühle die Wärme». «Gehen». «Ihti». «Ich gehe nach Hause». «Я иду домой». «Следующее слово». «Fahren». «Ich fahre mit dem bus». «Я еду на автобусе». «Так, следующая группа глаголов». «Fragen». «Ich frage ihn». «Fragen» означает «спрашивать». «Ich frage ihn» означает «я спрашиваю его». «Wissen» – знать. «Ich weiß die Lösung». «Я знаю ответ». «Lösung» означает «ответ», «die Lösung» или «решение». «Я знаю решение». «Браuchen» – нуждаться. «Ich brauche Hilfe». «Мне нужна помощь». «Müssen» – должен или быть должен. «Ich muss gehen». «Мне нужно идти». «Können» – мощь или уметь. «Ich kann schwimmen». «Я могу плавать». «Wollen» – хотеть. «Ich will ein Auto». «Я хочу машину». «Мы много чего хотим». «Ich will ein Auto». «Ich kaufe irgendwann ein Auto». «Я когда-нибудь куплю машину». И теперь слово «kaufen», «kupить», «pokupать». «Ich kaufe ein Fahrrad». «Я покупаю велосипед». «Fahrrad» означает «велосипед». «Warten», «ждать». «Ich warte auf dich». «Я жду тебя». «Следующее», «schlafen», «спать». «Ich schlafe in meinem Bett». «Я сплю на своей кровати» или в своей кровати. «Ну, теперь я хочу закончить свое видео. Посмотрите еще раз все эти слова. Выучите их наизусть. Напишите, какие глаголы вы бы еще включили в число необходимых глаголов, которые нужно сдать здесь внизу в комментариях. И пишите свои рекомендации, советы, что бы вы хотели увидеть. Подписывайтесь на мой канал, если вам видео понравилось. И еще я, наверное, сделаю пару видео именно для самых начинающих. И затем, в общем-то, продолжу дальше уже по своему старому концепту работать. Потому что я вижу, что для начинающих видео как-то не очень хорошо смотрятся. Но несколько видео будет сделано. Итак, на этом я с вами попрощаюсь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»